Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», 16 том, вопрос 3074. Вы говорили, что ни в одном ребёнке, ни в вашей городской общине, ни в Потеряевке не видите высшего порыва к небу. Как вы это определяете? Если бы заметили такое в ком-то, то как и что нужно делать? И как разнилась бы тактика работы в отношении мальчика и девочки? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На первом месте опыт библейских историй в житиях святых. И, конечно же, свой, если он был в детстве. Такой ребёнок может быть и живым, играть с детьми, но временами он где-то останавливается и как бы слышит что-то, задумчив без видимой причины. Опасно подходить к нему в это время, чтобы не спугнуть его предстояние. После, гуляя с ним, понемногу узнаёшь у него, что он думал, что видел. Такие дети чувствительны к природе. Размышляют о смерти, о мучениях после смерти, о любви Божией. Благо, если Евангелие было в доме, его доступно разъясняли ему. Такой росток нужно беречь, поливать, остерегая, чтобы он не засох. Говорю о возрасте дошкольном. Дальше встретить духовно настроенных детей ещё невероятнее. И совсем чудо, если такой будет после 15 лет. Тут уж с девочкой нужно работать осторожно. Не наедине, а на крыльце их дома, когда родители её дома. Всё остальное, как и для всех детей, но только в особом усиленном режиме. Как бы экстерном, начиная и закрепляя в молитве своими словами. Я прожил уже свою жизнь, и за 44 года жизни под наблюдением Библии не встретил такого детяти, и потому так неутешно скорблю о будущем поколении. Дети злые и похотливые, тупые и неинтересные. С таким материалом и работаю. Чуть только в них духовное заложишь, как они уже собираются уезжать из лагеря Стана домой. А дома у них или мать неверующая, или отец хулиган. Читаешь, каким был Спиридон-миссионер Сибирский в детстве. Как жаждал любви и быть одной её любовью. И на меньшее трудно уже согласиться. Конечно, ни о каком монастыре речи не может быть, чтобы таких детей туда запечатать. Как обычно, и всегда две тысячи лет гробили такое сокровище. И не уговаривать их не жениться и замуж не выходить. Это дело произвола, свободы Божьей. Но только уведомить о разнице, когда всем сердцем Богу угождают, и когда тому, с кем связан узами брака. Образ будущего пророка Самуила привлекает. Первая царств, 3 глава, 9-10 стихи. И сказал Илий Самуилу, «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовёт тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошёл Самуил и лёг на месте своём. И пришёл Господь и стал, и воззвал, как в тот и другой раз, «Самуил, Самуил!» И сказал Самуилу, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Сираха, 18 глава, 1 стих. «Не желай множества негодных детей и не радуйся о сыновьях нечестивых, когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня». Тихо в дверь мою постучали. Я открыл её осторожно. На пороге гости стояли и тихонько спросили, «Можно?» Я открыл свою дверь пошире и глазам не поверил просто. Я встречал на пороге жизни 18 лет моих взрослых. До свидания, счастливое детство! И восторг охватил мою душу. После некоторых приветствий вот что годы сказали. Слушай, пусть в душе твоей Бог заложит твёрдость духа, фундамент веры и в нелёгком пути поможет быть для всех образцом и примером.